Итак, травмы. Не аргумент вообще. Любая травма... Да, нужно поговорить, конечно, на тему травмобезопасности. Есть сейчас в социуме такая фишка. Травмобезопасность. Полностью выдуманная в западном обществе концепция и теория. Нормальный индийский гуруджи, он очень сильно удивится от того, что есть такое понятие. Травмобезопасность. Не верите мне? Придум пример. Самая безопасная йога сейчас у нас какая? Айнгара, да? Ну, самая же безопасная. Ну, по факту. Там делается все для безопасности реципиента. Но открываем книжку самого Айнгара. Да ладно фотографию. Книжку открываем. И читаем его историю. Вот кто не читал, почитайте. Рекомендую. Особенно последователям Айнгары рекомендую почитать жизнь их, как это, не прародителя, а гуруджи, да. Учитель Айнгара, минимум два раза его заставлял рвать свое тело. Минимум. Относился к нему максимально нещадно. То есть, там не то, что это травмобезопасность, это вообще бред какой-то. Понимаете? Просто почитайте, не верьте ни на слова, рекомендую, будете очень сильно удивлены. Айнгара сам дословно говорит, я хожу с палкой, что вы думаете, от хорошей жизни, что ли? Они же неправильно асану выполняют. Но я вам уже говорил, что он палку использует по двум назначениям. Сначала отстраивает по палке асану, ну и затем потом стимулирует, чтобы правильно эту асану выполнить. Но он конкретно говорит, что да, действительно, с точки зрения именно индийской йоги, учитель, который бьет своего ученика, он берет карму своего ученика на себя. И Айнгара дословно это пишет. Под одеждой у меня все тело в экземе. Это правда, я это знаю в 100%. То есть, тот, кто причиняет проблему своему ученику, он забирает эту карму. И в Индии это все знают. Поэтому в Индии такого понятия, ну, стоп, извините, в Индии есть 2 категории ашрамов. Гламурные для европезоидов и, соответственно, для индусов. И это не одно и то же. Это диаметрально противоположные вещи. Для европезоидов это понятно, что будет. Это по форме. И, соответственно, для индусов по сути. Поэтому понятие травмы, оно, мягко говоря, притянуто за уши. Приведу пример. У нас в ровеснике за последние 10 лет было 2 травмы. Возможно, были какие-то маленькие, о которых мне не говорили. Но вот я совершенно точно знаю, что было 2 травмы, когда, в общем, повредили себе ребята. Но это мелочь на самом деле, полная мелочь. А Ингара сломал позвоночник своему одному ученику своими руками. Или 2 даже. Реально. То есть он засовывал вас так, что сломал позвоночник. И у парня сейчас одна нога нормальная, другая отсыхает. Потому что ему попытались позвоночник поправить, но как бы нервное окончание что-то там нарушено, нога атрофируется, кажется. Ну, это так. Вспомнил просто случайно, извините. В чем вопрос? Он его не бил. Он его выкидывал, но он его в окно выкидывал. Не бил, нет. Ну, это другое. Это просто эмоциональный выброс был. Миларепу он иначе немножко воспитывал. То есть он его заставлял строить. Бессмысленно, бестолково совершенно. Бессмысленные задания ему давал, именно ломал его самость. Это немножко другое. Поэтому ваша работа, еще раз повторяю, это ваше невежество в прошлом. Ну, в йоге одно ограничение. Если человек сумасшедший, ему не рекомендуется заниматься.